Благодаря проекту «Народный бюджет» жители Усть-Вымского района внесли массу предложений, о которых местные власти раньше и не догадывались. Суть идеи в том, что жители отныне сами решают, на что потратить выделенные районом деньги. О первых результатах его работы Таисия Шляхтина. Жители Сосногорского района за спортивный образ жизни. На собраниях «Народного бюджета» почти все поселения ратуют за появление новых тренажеров. Молодежь нужно чем-то занять, да и места в деревнях предостаточно. Любопытно, что проект, который для Коми в новинку, население района встретило с интересом. Я думаю, если будет спортивная площадка и будут эти снаряды, будет очень хорошо. Даже для взрослых, даже для нас, для пожилых, не говоря уже про детей, все будут ходить. И для подростков, им некуда идти. А так хоть они штангами занимаются и этими занимаются. Не исключение и Усть-Вымский район. На днях там состоялись собрания сразу в девяти поселениях. Как признался руководитель района, многие идеи его приятно удивили. Взвешенностью и важностью. Усть-Вымцы хотят обустроить места для купания. Вырубить высокие тополя, которые угрожают безопасности. Облагородить территорию местных кладбищ. Насчет важности доверяемся полностью населению. Но есть такие некоторые моменты, которые касаются... Ну, например, там, я не знаю, кто-то хочет отремонтировать, ну, например, крыльцо аптеки, которое относится к государственному учреждению. Ну, мы здесь поправляем немножко, что мы должны только на муниципальную землю обращать внимание или на муниципальные объекты. То есть вот в этом плане только немножечко поправляем людей. Ну, это понятно, что они как бы не в курсе всех деталей, а так приоритет только им. Собрания должны пройти почти во всех муниципалитетах в плане 212. На 25 июля проведено уже 57. На всех встречах с населением работают специальные консультанты. Проектный центр народного бюджета подготовил 80 человек. Это представители органов местного самоуправления и органов исполнительной власти. Они находятся территориально у себя в муниципалитетах и выезжают уже в поселения для работы с населением. Мы очень большое внимание уделяем подготовке данных консультантов, потому что очень важно, как донести информацию для народа, каким образом с ним разговаривать и каким образом выстроить процедуру, даже может быть, в определенной степени медиации между самими жителями. Потому что у всех мнений достаточно много и приоритеты у всех разные. И основная задача в ходе проведения собраний договориться населению между собой в первую очередь. После народных собраний до 25 августа предложенные жителями идей должны будут рассмотреть и утвердить органы местного самоуправления. Здесь все как в малых проектах, только процедура более открытая. Население вовлекают в обсуждение деталей, включая расходы. Уже к 1 сентября подготовят заявки для участия в конкурсном отборе. А весной следующего года перечень проектов, определенных к реализации, будет сформирован окончательно. Таисия Шляхтин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген.